В сфере здравоохранения в последние годы произошли кардинальные изменения. Медицинские учреждения оснащаются новым оборудованием, используется передовой зарубежный опыт. С появлением новейших методов диагностики стало возможно проводить даже самые сложные операции. В Ургенском филиале специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии и кардиохирургии высококвалифицированные специалисты провели хирургические вмешательства детям с диагнозом порог сердца. Маленькая Амини всего шесть. Она родилась с пороком сердца. Несмотря на юный возраст, девочка перенесла сложнейшую операцию. Хочу выразить слова благодарности за то, что провели такую сложную операцию. Ни одного препарата и лекарства от нас не потребовалось. Все сделали на безвозмездной основе, за что хочу сказать большое спасибо нашему президенту. А это Лочин Чориева, проживающая в Ханкинском районе. У женщины с особыми потребностями подрастает единственный ребенок. На судьбу героини выпала тяжелая доля. Маленький фахриер родился с пороком сердца. Необходимо оперативное вмешательство. Однако стесненное финансовое положение женщины это не позволяет. Благо, в результате социальной поддержки, оказываемой государством, мальчика успешно прооперировали. Моему сыну была необходима эта операция. Очень сложно нам пришлось. У нас не было необходимых средств для проведения данного хирургического вмешательства. Моему сыну всего один годик. И все это время мы очень мучились. Он постоянно простывал и болел. Слава Богу, нам оказали такую помощь, за что хочу всех поблагодарить. Большое спасибо. И таких примеров множество. 13-летний Олтуной Абдулаевой и 15-летний Ульмасхон Джуманазаровой также сделали бесплатную операцию. К хирургическому вмешательству на сердце готовятся еще 12 детей, нуждающихся в социальной поддержке. Операции проведут за счет средств, выделенных администрацией области. Наблюдая за всем происходящим, в среднем на такие операции уходит порядка 22-23 миллионов. Для нуждающихся государством выделены денежные средства, чтобы мы могли проводить подобные хирургические вмешательства на безвозмездной основе. В настоящее время помогаем пациентам в Харизмской области. В дальнейшем планируем принимать больных их соседних областей. У нас имеется для этого все необходимое. Сердце – самый важный орган, от которого зависит функционирование всех остальных. Поэтому для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо тщательно проходить обследование, беречь себя, заниматься физической культурой, спортом. По данным областного перинатального центра в Харизмской области, в среднем рождается 40 тысяч младенцев. У 300-350 из них диагностированы врожденные пороки сердца. К данной проблеме стали подходить комплексно, и это принесло неплохие результаты. Если раньше в год оперировали 50-60 пациентов, то сейчас их количество увеличилось до 240-250. Это еще раз доказывает, что в стране вниманием никто не обделен. Государство старается помочь каждому, кто в этом особенно нуждается.